Продолжение следует... Как жить ребенку, когда она потеряла своего отца? Ради чего? Ради кого? Это уже большой вопрос. Но сейчас надо решить этот вопрос хотя бы. Чтобы ребенок дышил дальше, как-то продвигался. Еще все впереди, пока что только садик. Дальше школа, дальше институт. Мы были в Арцахе до самого последнего момента, в Степанакерти. До самого последнего момента. Мы выехали оттуда 26 сентября. Не знаю, в каком состоянии мы выехали. Мы даже ничего не взяли. Пару вещей для ребенка, пару вещей для нас. И все. Приехали пустые. Приехали и заняли квартиру. Сейчас мы платим 200 тысяч за квартиру в массиве. Еще плюс коммуналка. В этом месяце коммуналка села 70 тысяч. Вот как прожить? Скажите, пожалуйста. Я не работаю, потому что не могу. Здоровье не позволяет. Ребенок с невесткой, с ребенком и младший сын. Как жить? Как жить, если и работы нормальной нету и не оплачивается? Даже если есть та работа, которую ты можешь пойти там подмести или что, она нормально не оплачивается, чтобы можно было на нее прожить. Слава Богу, мы оставили его в Ярабуре. Тогда, когда он погиб, уже нельзя было хоронить в Карабахе, потому что бомбились. Привезли сюда, в Ярабуре. Здесь похоронен. Да, мы можем приходить, но многие-то не могут. Многих осталось там. Это тоже большой вопрос. Уже не знаешь, сколько раз переезжал, сколько раз я дом строил, чтобы прожить. И сейчас опять, у Розбитого корыта. Так не нужно. Ну ладно, я еще как-то згорим пополам прожила. А мои дети, моя внучка, есть что делать? Спасибо. Я, как минимум, показываю. Я, как минимум, в месяц, у нас почем был, чтобы запровняться, я не знал, чтобы запровняться, но мне не было это. Я, когда я пытался с ним. Это, когда я просто перегрызти, мы провел. Как у нас вышел? Но сегодня я думаю, что это будет запровняться. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...